КОЛЫБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ В этом году нас всех ждет более глубокое, чем обычно, соприкосновение с греческой культурой, так как 2016 год официально объявлен в России годом культуры Греции. Уже сейчас между правительствами наших стран достигнут целый ряд договоренностей, в соответствии с которыми в нашей стране пройдет множество культурных мероприятий самого разного уровня, благодаря которым все желающие россияне смогут лучше узнать и понять прошлое, настоящее и будущее великой греческой культуры. Нужно отметить, что и в Греции этот год также станет годом культуры России, что позволит в свою очередь и братскому греческому народу лучше узнать нашу страну. В стороне от этого глобального межкультурного обмена не могли остаться и мы, поэтому, дорогие друзья, я рад представить вашему вниманию цикл передач «Культурный багаж в колыбель цивилизации», которые будут непосредственно посвящены греческой культуре, точнее, истории и культуре Древней Греции. Эллинизм у нас традиционно трактуется как период от смерти Александра в 323 году до н.э. и до 30-го года до н.э., когда Римская империя, победив Египет во главе с царицей Клеопатрой, установила свое господство в Восточном Средиземноморье. Но в настоящее время, в связи с обнаружением очень многих новых источников, археологических, эпиграфических, нумизматических, в связи с переоценкой свидетельств античных авторов, которые еще много писали, о походах Александра, о греках на Востоке, о значении походов Александра и распространении греческой культуры на Восток, период эллинизма можно даже распространить и на более поздний период, уже на период, который связан с господством Римской империи. Дело в том, что эллинизм был воспринят римлянами, и вот те культы восточные, которые через греков попали жителям Средиземноморья, грекам, прежде всего остававшимся на Балканском полуростре, на островах Эгейского моря и далее на запад к римлянам, эти культы потом прижились, и они были восприняты населением Римской империи и стали, в общем-то, в один ряд с традиционными культами древних римлян и древних греков и дожили до самого позднего периода античности. Так что вот значение эллинизма в этом плане, в культурном, в религиозном отношении, очень велико. Ну, можно сказать, что римляне в какой-то степени осознали влияние греческой культуры на Востоке. Мы знаем, что римляне распространили свое господство вплоть до Месопотамии, вплоть до Южного Закавказья и, например, Черноморья отчасти, и им нужно отдать должное, они не притесняли греческие культы, греко-восточные культы, которые здесь сложились в эпоху эллинизма, их восприняли, их поощряли, поощряли греческие традиции, поощряли полисные устройства, поощряли греческий язык, поощряли даже практику и наличение именами исключительно греческими. Ну, конечно, знать романофильское, греческое по своему происхождению, она, конечно, получала права римских граждан, поэтому к своим традиционно-греческим именам прибавляла римские, но тем не менее они оставались греками. И даже такой город, как Помпея, и такой город, как Геркуланум, это, в общем-то, города, хоть и римские, хоть находившиеся на территории Италии, но они были очень полиэтничные, и почти больше половины населения там были греки. Вот этот синкретизм греческой, римской, восточной культур, он характерен для периода эллинизма. Поэтому мы в настоящее время можем эллинизм немножко хронологически раздвинуть в его границах и перенести часть эллинистической цивилизации на римскую эпоху. И в нашей науке мы называем вот этот вот период, после уже, когда Римская империя установила свою власть в Средневноморье, мы этот период называем применительно к восточным частям римской державы постэллинистическим, когда эллинистические греческие традиции прочно вошли в обиход и культуру населения этого региона и поддерживали, что самое интересное, поощрялись римскими властями. Массовая греческая экспансия на восток, завершившаяся завоеванием Персидского царства и других восточных государств, конечно же, имела свои объективные причины. Первая, конечно, причина заключалась в том, что к 4 веку до нашей эры Греция, полисный строй Греции переживал очень сложный период. Период кризиса экономического, политического, отчасти культурного. В интеллектуальном мире древних греков того времени господствовала идея о том, как соседствовать с варварами, потому что греческий мир в это время уже очень хорошо познакомился, был хорошо осведомлен о том, как жили варвары, соседствовавшие с греками, и нужно было как-то обозначить свое место вот в условиях кризиса полисных отношений вот в этой жизни совместной с варварами. Ну, тут, конечно, на помощь пришла Македония. Вы знаете, что Македония – область на севере Греции. Греки, в общем-то, классической эпохи даже не считали македонцев, собственно, греками. Они считали их полуварварами, ну, были, конечно, такие, кто и считал греками, тем более, что македонская знать была очень тесно связана с Грецией, особенно с Афинами. Вмешивались дела политические греческих полисов в V и IV веках до н.э. Но подъем Македонии был связан с именем Филиппа II, который установил свое политическое, экономическое, многообразное, политическое влияние в Греции. Он смог как-то сгладить вот эти кризисные явления путем объединения греков вокруг Македонии, вокруг своей собственной фигуры, которая действительно была незаурядной. Он готовил поход против Персии, а Персия всегда была традиционным соперником древних греков. Ну, достаточно вспомнить греко-персийские войны V века. Несмотря на то, что греки одержали победу в греко-персийских войнах усилиями Афины и их союзников, главным образом, отчасти спартанцев, тем не менее, греко-персийские войны нанесли очень большой урон греческой культуре. Вы знаете, что был разрушен Парфенон, Афины были сожжены, многие скульптуры произведения искусства классической Греции были вывезены. И вот под идеологическим таким обоснованием отомщения Персам за поругание греческих святынь, Филипп, естественно, он хотел установить свое господство в Греции, он его фактически установил, стал готовить поход совместно с греками против персидской державы. Момент был очень подходящий, потому что персидская держава, так же, как и греческие полисы, испытывала определенные сложности. Тут были династические противоречия, тут были противоречия политические между сатрапами персидской, в различных частях огромные, это и держава, простиравшаяся от Египта до Индии, и фактически они чувствовали себя самостоятельными по отношению к царю. Войско персидское хоть и огромное, но оно было очень слабым с точки зрения организации управления, потому что состояло из различных племен и народов, строилось по племенному принципу, и ими командовали командиры персид, которые даже не понимали своих солдат, которые говорили совершенно на других языках. В общем, управляемость персид была слабой, как мы сейчас говорим, это был действительно колосс на глиняных ногах. И Филипп готовил войско, подготовил общественные мнения, греки это восприняли, они объединились в так называемый Каринский конгресс в 338 году во главе с Македонией, Филипп был объявлен главой этого конгресса, и вот он готовил такой совместный поход греко-македонского войска на восток под лозунгом «Отмщение персов за поругание греческих полисов». Но, как мы с вами знаем, жизнь так распорядилась, он был убит в 336 году, и эту миссию похода на восток взял на себя его сын Александр Македонский, который вот на протяжении нескольких лет, почти 10,5 лет, 334 по 323 год совершил огромное завоевание, и греческая культура, греческие традиции, военного дела, экономики, и даже полисные традиции распространились на территорию бывшей персидской державы, которая действительно пала под гением и под прекрасным, так сказать, бейноплане организованным войском греков и македонин. К моменту смерти Александра Македонского сама Греция оказалась лишь окраиной его огромной империи, столица которой находилась в Вавилоне. Однако в течение очень короткого времени сама империя распалась на ряд отдельных государств, которые возглавили ближайшие сподвижники Александра. Несмотря на то, что Греция оставалась, где-то и Афины существовали, и Спарта существовала, и все классические греческие полисы остались, так сказать, при своих, но тем не менее они уже не были теми полисами, которыми они являлись в V веке, в начале IV века до нашей. Это уже полисы были под властью наместников македонского царя. Но зато образовались новые государства на востоке. Это Птолемеевский Египет, это государство Селивкидов, это Фракия, это Греко-Бактрийское царство. Но прежде чем они образовались уже как самостоятельное, сложившееся государство, прошло определенное количество времени, в течение которого велась постоянная борьба бывших сотоварищей и помощников Александра, так называемых диадохов. Вот их по-гречески называют диадохи, это преемники, полководцы, с которыми он совершил все походы и завоевания, они решили поделить мир. Но главным было, конечно, то, кто станет главным, кто станет преемником Александра. Вот за это велась борьба между ними. Борьба была очень долгой. Собирались диадохи друг с другом несколько раз. Наиболее известный был съезд диадохов, преемников Александра в Сирии в 311 году, потом после победы в 301 году над крупным диадохом, антигоном, одноглазым и так далее. Но, в конце концов, вот эллинистический мир установился уже в своих границах только в начале 3 века до нашей эры, когда образовались вот эти ведущие, как я уже сказал, эллинистические государства. Тем не менее, возникшие эллинистические государства не были по своему культурному составу чисто греческими. В каждом из них в конечном итоге образовался своеобразный синтез греческой и местной культурных традиций. Древний Египет, древнейшая цивилизация в долине, своими традициями, своей религии. Греко-македоняне, которые туда пришли, я в данном случае не говорю об основании города Александра, типичный греческого полюса, который стал вместо Афин центром просвещения, духовной жизни, культурной жизни Древней Греции. Туда переехали философы, писатели, туда переехали художники, скульпторы. То есть это стал действительно наиболее такой просвещенный центр. Но помимо этого была огромная территория, которая хранила свои традиции, древнеегипетские цивилизации. И вот греко-македонская династия Птолемеев, которая стала там править, она очень умело ввела политику, она сохраняла местные традиции, поскольку они были наиболее близки местному. И в то же самое время она очень умело распространяла здесь греческую культуру. Вот если мы посмотрим на культуру Древнего Египта этого периода, то увидим, что там соседствуют типично древнеегипетские, в скульптуре, в организации социальной жизни, в экономической жизни, в религии. Те же самые тенденции и явления, которые мы с вами знаем по Древнему Египту. Но в то же самое время мы видим там прекрасные произведения греческого искусства, скульптуры, типично в греческом стиле, эллинистическом стиле. Вот это соседство в культурном отношении и стало основой для сближения греков и варваров. То же самое мы видим в Месопотании. То же самое, древнейшие традиции сохраняются, но в то же самое время уже и греческая культура здесь имеет определенные значения. И даже в таких отдаленных регионах, как Средняя Азия, Бактрия, где в III веке до нашей эры образовалось Греко-Бактрийское царство, а чуть позднее и Индо-Бактрийское царство, захватившее районы северо-западные, здесь тоже, наряду с местными индийскими и центрально-азиатскими тенденциями, сохраняется и вот греческая культура. Тут проживали ветераны греческие, греко-македонские, нужно, правда, сказать, что Александр, когда его миссия была выполнена, он поблагодарил греков и разрешил им вернуться обратно, а дальше уже осуществлял завоевание на Востоке с помощью македонских своих подданных. Но, тем не менее, большая часть греков осталась и проживала там в городах. Вот даже в современном Афганистане, как далеко он находится от Греции, но, тем не менее, французская экспедиция там обнаружила и раскопала остатки древнейшего города Айханум. Это типичный греческий город. Там даже были найдены надписи с пророчествами Эдельфийского оракула. И прекрасные памятники храмовой архитектуры типичны в греческом стиле. И греческая гора, и Теменос, священное участок, греческие храмы богов, и Аполлона, Артемида, Зевса, все, понимаете, все, что было грекам близко, они даже это оставили на такой отдаленной местности, как север Афганистана. Понимаете, то есть вот это типичное проявление эллинистической культуры. Это влияние греческой цивилизации на отдаленные районы. И неверно было бы говорить, что греки их покорили, что греки их эксплуатировали. Несколько нет. Они восприняли и местные традиции. Ну, например, они сохранили греческие полисы. Новые полисы, особенно селевкиды. Вот селевк первый, да, преемник Александра Македонского, его последователи его династии, селевкидов, антиохиды, да, антиоха. Их вот было несколько. Они основали новые города. Причем города такие, как они были в Греции, полисы. Но только лишь за одним исключением. Греки восприняли восточную черту, так называемую царь является собственником всего, вершителем всех дел во всех сферах жизни, но в основном, конечно, в экономике. И на Востоке была принята такая система, что царь являлся верховным собственником земли. В Греции этого не было. В Греции полисы, полисные коллективы были собственниками. Что же сделали в эпоху эллинизма диадохи и их преемники эпигоны? Они основывали полисы, создавали там полисные коллективы. Эти полисы имели свою землю, но эта собственность земельных полисов была опосредована царской земельной собственности. Они являлись царскими, так сказать, верховными вершителями всех дел в экономике, поэтому им было выгодно быть царями, так сказать. Единственное, что было воспринято, конечно, и не всегда принималось греками. Греки были очень свободолюбивые, у них были свои полисные традиции, они были, так сказать, приверженцами многих из них демократических устоев. И, конечно, восточная черта, которая была принята еще Александром, относиться к нему как к Богу, обожествление, конечно, немножко их коробило. Но со временем они к этому привыкли. Так же, как привыкли они и к тому, что обращаться к царю можно было только преклонив колено. Это для греков было очень и очень неприятно. И даже для македонского окружения, вот Александра и его ближайших соратников, это тоже было неприятно и стало одним из оснований для заговоров против него. И, возможно, что даже и убийство, в конце концов, его, хотя мы не знаем, как кончил Александр из какой-то болезни, как кончил свои дни, или он был действительно отравлен. Тут пока ученые спорят. Даже как мы не знаем, где находится могила Александра. Мы можем лишь догадываться, где она находится, скорее всего, где-то в районе Египта, видимо. Поскольку по источникам мы знаем, что Птолемей, ближайший соратник Александра, основатель династии Птолемей в Египте, принял согласие других полководцев македонских, забрал тело и построил вроде бы где-то мавзолей Александра. Но, к сожалению, до нашего времени он не дошел. Распространение греческой культуры на восток было в первую очередь важно и для самих греков. Это в той или иной мере позволило древнегреческой цивилизации преодолеть кризис полисной системы и продолжить свое поступательное развитие. О кризисе греческого полиса мы обязательно еще поговорим в наших ближайших программах. Греки очень много делали для того, чтобы эллинизировать, чтобы распространить греческую культуру на местное население. И вот в этих полисах, которые основывали диадохи и эпигоны, проживали как греки, переселившиеся из Греции, так и люди, которые воспринимали греческую культуру, говорили на греческом языке, обращаясь к греческим богам. Ну, многие эти боги, они соответствовали по своим функциям религиозным и сакральным тем, которые были уже распространены раньше на востоке. Это в основном боги верховные, как Зевс, да, или боги плодородия, как, например, Атис, да, фригийский бог, вот, или Атонис, там, сирийский бог, да, они там соответствовали греческим аналогам, скажем, там, Аполлону, например, или другим каким-то богам, или вот женские божества плодородия, они были как греческие, так и местные. То есть по своим функциям они были равны. И вот это вот равенство греческих и местных богов, оно потом было воспринято уже, вот, как я говорил в начале, римской культурой и попало в Римскую империю, культ Митра, например, да, чисто персидский культ Митр, вот, или культ Кибелой, фригийской богиней плодородия, которая была, в общем-то, по своим функциям близка греческой Артемиде, Диметрия, богиня-млохотница, богиня-плодородия. Понимаете, вот это вот черта взаимовлияния, как мы говорим, синкретизм, да, в культуре, в религии, это характерная черта эллинизма. Что касается экономических вопросов, то, конечно, вот такое вот сочетание царской земельной собственности и населения, так сказать, местных земледельцев, которые жили в общинах вместе с военно-хозяйственными поселениями, катайкиями или клерухиями, которые вот держали в повиновении хору местную и греческих полисов, это был новый этап в развитии общества греческого. Вот это был там единственная возможность выхода из кризиса полиса, который вот Греции наблюдался в 4 веке накануне походов Александра Макиндонского. Вот только так можно было. И часть населения ушло из Греции. Это население было лишено и земли в результате кризиса. Не могло себя использовать ни в судоходстве, ни в судостроении, ни в ремесле, даже ни в военном деле. Могли лишь как наемники служить. В то время уже наемческая армия уже была. Вот они и нашли себя на Востоке как воины, как ремесленники. И поселились вот на этих огромных пространствах восточной части Средиземноморья, Центральной Азии, Северо-Африки, вот в Египте, Глан-Урд, ну частично. И вот теперешние Ливии, да, Киринаики тоже вот в этом регионе. А потом эллинизм распространился и чуть дальше, до Мавритании, вот Магританский царь Юба, этот, так сказать, союзник Римской империи, но он был чисто, так сказать, и тут эллинистическая культура была уже распространена. Вот это все, вот результат вот этого, как мы говорим, да, экономического кризиса греческого полиса в 4 веке, политического, экономического, который вот послужил основанием для распространения греческой цивилизации на таких огромных пространств. Как это не кажется странным, но период культуры эллинизма переживала и наша страна. Не миновал период эллинизма и нашу территорию. Все мы знаем такую фигуру, как Митридат Евпатор, да, тот, кто был в Керчи, наверное, поднимались на горы Митридат, видели бюст Митридата Евпатора, недавно там установленный в память об этом царе, который окончил свою жизнь на горе, на Митридат. Это был царь понтийского государства, который распространил свою власть на побережье Черного моря, в том числе на Крым и на Северный Кавказ и на район Азовского моря. И здесь вот именно в рамках этого государства и произошло тоже вот что происходило на Переднем Востоке. Это вот сочетание традиций греческой культуры через греческие города, колонии на побережье Черного моря и местные, вот, анатолийские, персидские, поскольку понтийское царство – это север Малой Азии, тут были анатолийские традиции, и поскольку это была часть персидской державы, и династия была отчасти персидской, но она восприняла греческую культуру. Ну, достаточно сказать, что Митридат Евпатор поклонялся Александру, считал себя воплощением Александра, воплощением бога Диониса. Греческий, хотя был полуперс по своему происхождению, по всем нравам, он был типично восточный правитель. Вот, ну, он очень любил греческую культуру, он говорил на 22 языках, но основной у него был язык греческий, конечно. И вот это вот характерная черта эллинизма. Вот при Черномории то же самое, через греческие культы, через греческие традиции, через полисные традиции распространялась эллинистическая культура на побережье Черного моря, на Крым, на Северный Кавказ, и это тоже был период своего рода рассвета после кризиса. Действительно, вот греческие полисы при Черномории в третьем веке переживали кризис, но как только они в конце второго века вошли в состав эллинистической державы понтийского царя, сразу стал наблюдаться определенный экономический подъем. Опять наладились торговые связи, опять сюда хлынул большой поток греческих ремесленников, воинов, в общем, эллинизованного населения и полугрехов, и даже варваров, которые восприняли греческую культуру, это дало толщок новому, так сказать, развитию уже греческой культуры. На этом, дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Ровно через месяц мы продолжим наш разговор о различных сторонах великой культуры античной Греции. Я же хочу напомнить, что гостем нашей сегодняшней программы был профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Древнего мира Московского государственного университета имени Ломоносова Сергей Юрьевич Сопрыкин. Вел программу Сергей Чеботков. Любите историю, дорогие друзья, и будьте здоровы. Отец Александра Филипп II был царем Македонии, страны, которая находилась к северу от Греции, и, по-видимому, была населена народом чрезвычайно родственным, грекам. Но такой момент постоянных споров в греческом мире состоял в том, все-таки эллины македоняне по своему мировоззрению, по своей культуре или не эллины. Понятно, что враги Филиппа Македонского стремились представить дело таким образом, что они не эллины, едва ли варвары, но, как мы видим, вот сам Филипп посылал свои колесницы на олимпийские празднества, в общем, всячески старался продемонстрировать свой интерес, свое неравнодушие к делам Греции, и вел постепенно дело к тому, чтобы Грецию своему влиянию подчинить. Сама Греция в это время была в достаточно тяжелом положении. Историки часто говорят о IV веке, как об эпохе кризиса греческого полиса, когда, если свести дело вот к какому-то основному фактору, который в это время в жизни греков доминировал, города, государства, полисы, по сути дела, перестали справляться с нагрузкой, которая на них лежала, как на независимых государствах. Нужно было искать из этого какой-то выход, и выход этот был, естественно, в объединении, в том числе в объединении путем создания такой системы протектората над греческим миром со стороны какой-то более могущественной силы. На протяжении IV века шла такая примерка в известном смысле того, кто может стать такой силой, само осознание этой проблемы и поиск такого выхода в виде призвания в качестве такого защитника и покровителя греков, могущественного государя, и таким государям постепенно стало ясно, что им может стать как раз Филипп II, чем тот, в сущности, и был весьма доволен. Постепенно он наращивает свое влияние в греческом мире и окончательно подчиняет его своей власти, уже когда достаточно взрослого по тем временам возраста достигает его сын Александр. Наставником юного Александра волею судеб был великий греческий философ Аристотель. Он познакомил мальчика с греческой философией, поэзией, литературой. По меркам того времени юный царь был очень образованным человеком. Говорят, что когда Аристотель рассказывал Александру об учении другого греческого философа Демокрита о том, что помимо нашего существует еще бесконечное количество миров, юный царевич воскликнул, а я не владею и одним, чем вызвал улыбку у своего учителя. Однако уже через 20 лет Александр практически осуществил свою мечту, подчинив себе царство Востока и Запада. Александр в конце 340-х годов до н.э. стал на некоторое время учеником Аристотеля, выдающегося греческого философа, чрезвычайно заметной в то время фигуры. И принято считать, что вот это общение с философом сыграло большую роль в его жизни. Наверное, конечно, это так, хотя все-таки вот этот фактор Аристотеля в жизни Александра им самим оценивался, ну, по-видимому, по-разному. Уважение к Аристотелю он должен был питать, но то, что мы знаем уже о событиях восточного похода, когда он должен прислушиваться к рекомендациям Аристотеля или отвергать их, скорее тут все-таки можно сказать, что он делал второе. Он не соглашался с тем, что Аристотель ожидал от него именно как от такого благого покровителя греческих городов. Ну и, в общем, следует сказать, что в античной традиции есть такое мнение, такое предположение, что Александр в конце жизни и был отравлен ядом, составленным Аристотелем и поднесенным ему представителями македонской аристократии. Надо сказать, что именно Аристотель навсегда привел Александру любовь к Гомеру. Говорят, что македонский царь никогда не расставался со списком Илиады, который всегда держал у себя под подушкой. По легенде, весь текст этой поэмы был написан на полоске тончайшего папируса и при этом так мелко, что легко умещался в скорлупе грецкого ореха. Александр говорил, «Во всем мире я завидую только Ахиллу. У него был друг при жизни и певец при смерти». При этом, наверное, именно Александр в конечном итоге оказался тем человеком, которому все-таки удалось затмить славу мифического героя Троянской войны. Известно, что после того, как Александр переправился в Малую Азию, первым делом он отправился на место, где стояло Трое, и принес жертвы на Кургане Ахилла и Патрокла. С 340 года до н.э. Александр уже воюет, участвует в государственных делах. В 338 году до н.э. он участвует в битве при Хиране, где достаточно ярко себя проявляет. И вот тут как раз в эти годы намечается разлад в семье, в которой он вырос. Его отец собирается вступить в новый брак. Естественно, Александра это не радует, поскольку он был необычайно предан своей матери Олимпиаде. С отцом он вступает в острый, тяжелый конфликт. И вот этим конфликтом отмечены примерно последние два года жизни Филиппа вплоть до того, что высказывалось мнение в древности, что, возможно, Олимпиада и Александр каким-то образом должны быть причастны к смерти Филиппа. Во всяком случае, когда Александр обращается к Оракулу Аммона, знаменитому в Египте, то один из ответов Оракула, который он получает, состоит в том, что виновники в смерти Филиппа понесли наказание, и стало быть, ни Александр, ни его мать к их числу не принадлежат. Ну, таким образом, в 336 году Филипп Македонский умирает от руки Павсания, своего телохранителя, и Александр становится царем Македонии. Филипп к этому времени выстроил в своих отношениях с Грецией систему, в которой очень выгодно сочетались такие начала союза и подчинения. С одной стороны, он стал арбитром в делах греческих городов-государств, он, по сути дела, мог диктовать им, как они должны поддерживать отношения между собой, консервировал тот государственный строй, который там существовал на момент вступления греческих полисов вот в эти отношения с Филиппом, но в то же время по-настоящему в провинцию своего царства он Грецию не превратил. Приходилось бороться со вспышками сопротивления власти македонян, которая была таким вот несколько лицемерным образом оформлена, и вот такая вспышка приходится на 335 год, когда Александр вынужден был подавлять мятеж, разразившийся в Фивах. Пожалуй, это первое такое заметное свершение его царствования, но дальше, в 334 году до нашей эры, весной начинается восточный поход. Его поход против персидской державы ахимеидов, который был подготовлен в сущности еще его отцом. Знаменитый афинский оратор Исократ задолго до установления вот этой системы македонского протектората над Грецией говорил о том, что восточный поход, разгром персидской державы это то дело, которое может сплотить греков и позволить им забыть распри. Стало быть, Филипп, когда становится таким протектором Греции, это дело начинает осуществлять, но по-настоящему реализовать его смог только Александр. В самом начале своего восточного похода Александр проходил через Фригию, где в храме ему показали колесницу древнего царя Гордия, дышло которой было привязано к ерму канатом из кизиловой коры со сложным узлом. Говорили, что тот, кто развяжет этот узел, унаследует господство над всей Азией. Недолго думая, Александр взмахнул мечом и разрубил этот узел. С тех пор выражение «разрубить Гордиев узел» вошло в поговорку и стало означать быстрое и кардинальное решение какой-либо сложной проблемы. В восточный поход Александр, судя по всему, выдвинулся менее чем с сорокатысячным войском, в котором основную роль играли македоняне. Греки прислали ему свои воинские контингенты, но в сущности они не были очень многочисленные, не играли серьезные роли, и позднее Александр с достаточно легким сердцем их распускают. Ахименицкая армия в максимуме могла составить порядка 240 тысяч. Около 200 тысяч пехотинцев, около 40-45 тысяч кавалерий, то есть, по идее, силы должны были казаться несопоставимы. Но опять же, еще тот же Исократ говорил в середине IV века, что Ахименицкое государство давно не воевало, отвыкло нести на себе серьезную нагрузку, связанную с войнами, и, короче говоря, надо попробовать ввязаться в эту войну и посмотреть, что из этого выйдет. В сущности, попробовать в данном случае решил Александр. На протяжении 334-333 года он воюет на территории Малой Азии, стало быть, в современной азиатской Турции, и осенью 333 года он одерживает над персами серьезную победу в битве при Иссе, после которой Дарий III, Ахименицкий царь, обращается к нему с предложением разделить между ними персидскую державу, с тем, чтобы Малая Азия, Восточное Средиземноморье и Египет стали принадлежать Александру, а все остальное, то, что лежит к востоку от этой разграничительной линии, осталось бы за Дарием. Когда полководец Александра, собственно говоря, еще его отца Парменион, услышал об этих предложениях, он сказал, что если бы я был Александром, я бы их принял. Александр на это сказал, я бы тоже их принял, если бы я был Парменионом. Но в сущности уже вот в этот момент наметился очень важный вывод из вот этих успехов Александра, важный не столько для нас, современных исследователей, сколько для современников этих событий. У греков с достаточно давних пор было представление о том, что господство в Азии принадлежит какому-то одному народу. На первых порах это были ассирийцы, дальше в этом качестве их сменили медяне и персы, теперь настал третий период владычества в Азии, третьего народа, который выступил на мировую арену, македонян. Вот как такое македонское царство в Азии люди Древней Греции и эллинского мира воспринимали ту эпоху, которую мы теперь называем термином эллинизм. Дальше Александр завоевывает Восточное Средиземноморье, идет в Египет, где добивается в соответствии с традицией этой страны признания себя сыном бога. Для того, чтобы провозгласить себя сыном бога, египетского бога Аммона или греческого Зевса, он выбирает святилище, которое наиболее знаменито в Греции. Святилище Аммона в оазисе Сива в Ливийской пустыне. Историки рассказывают нам о трудном походе к этому святилищу, который проделывает Александр. И главное, что вот это известие о том, что он сын божества, немедленно распространяется по всему греческому миру. Это происходит в начале 331 года до нашей эры, а к концу 331 года Александр уже выигрывает битву при Гавгамилов, которая наносит окончательное поражение персидскому царю Дарию III. После победы над Дарием Александр фактически становится персидским царем. Он берет в жены дочь Дария и своим знатнейшим соратникам также повелевает взять себе в жены персиянок. Он отбирает 500 самых знатных молодых персов и начинает их воспитывать на македонский манер. В свою очередь от персидских царей он перенимает форму придворного этикета. Теперь, когда он сидел на троне, даже самые близкие его друзья должны были кланяться ему по-восточному земными поклонами. Это вызывало серьезное недовольство в рядах свободных македонян. Первым, кто его открыто высказал, был друг Александр Клит, который крикнул царю во время пира «Счастливы те, кто погибли раньше, прежде чем нас стали бить персидскими розгами». Александр метнул копье и убил Клита. Дальше он занимает Месопотамию и Иран. В течение примерно трех лет находится на территории Бактрии в современном Афганистане и подчиняет окрестные области. В 326 году идет в Индию и воюет там, в Западной Индии, примерно в течение года полутора лет. Дальше возвращается в центр своей державы на территорию западного Ирана и Месопотамии и пытается предать ей какие-то окончательные черты. Вот тут чрезвычайно важно понять, чего же он хотел. Знаменитая составляющая деятельности Александра это его градостроительство. Александрия в Египте, город, который существует и сегодня, который, пожалуй, является символом вот этого направления деятельности Александра, столицы Египта в эллинистическое время. Но вот тут любопытно, что столицей-то Александрия становится, по сути дела, только при преемниках Александра к концу IV века до н.э. Александр основывал ее по всей вероятности скорее как военное поселение, которое было нужно ему для того, чтобы удерживать стратегически важный участок на границе своих владений. И вот такой фактор играл очень большую роль в основании и других городов. Они, судя по всему, не получали статуса полиса. Население их было смешанным. Там были и греки, и македоняне, и люди Востока, что, в принципе, для греческого города, конечно, непорядок. Греческий город должен состоять прежде всего из людей и греческой культуры, во всяком случае, там они должны играть преобладающую роль. Некоторые исследователи считают, что Александр сознательно вел дело к смешению восточной и греческой культур, для того, чтобы на этой основе создать некое новое качество. Ну, в частности, английский историк Уильям Тарн думал именно так, но все-таки, скорее всего, это означает придавать слишком такую большую концептуальность деятельности Александра. Чего он хотел? Это создать прочное государство, которое находилось бы под его властью. В этом смысле, наверное, он верил все-таки в свое божественное происхождение, коль скоро его в этом заверяли, как считалось в древности, с достаточными основаниями те же египетские жрецы. Но вот это божественное происхождение было ему нужно в первую очередь для того, чтобы стать абсолютным монархом для греков. Вот здесь надо вспомнить, что вообще-то в греческом мире институт монархии, полновластия одного правителя не существовал по-настоящему на протяжении уже многих веков. И в целях Александра, конечно, нужно было его воссоздать, но тогда надо было объяснить грекам, почему они обязаны ему повиноваться. На самом деле, такая же проблема стояла перед ним и в отношениях с македонянами. Македония была очень патриархальным государством. Отец Александра должен был считаться сознатью, которая его окружала, и в этом смысле стать автократором, единоличным правителем Александру нужно было, по сути дела, и там тоже. Вот это обожествление, доказательство, что сам Александр возвышается качественно над всеми остальными, по-видимому, было очень важным фактором для того, чтобы объяснить, грубо говоря, что ему должны повиноваться. Ну а другой, так сказать, способ заставить ему повиноваться, это было заставить греков и македонян вписаться вот в ту структуру, которая и так была автократической, которая существовала на Востоке и досталась ему от его побежденных предшественников и химинидов. По-видимому, последние два года жизни Александра, 324-323 годы до нашей эры, это как раз попытки его в известном смысле пристегнуть Македонию и Грецию к вот этой большой автократической структуре, которая уже существует на Востоке, используя для этого то же самое его обожествление. По-видимому, в 324 году до нашей эры он обращается к греческим полисам с требованием, чтобы они считали его богом. Греки, в отличие от египтян, прекрасно знавшие настоящих родителей Александра, хотя и подчинились требованию царя, но сделали это с нескрываемым сарказмом. Так знаменитый греческий оратор Демосфен язвительно заметил по этому поводу, что Александр, если уж так хочет, то может стать заодно и сыном Зевса и Посейдона, а спартанцы издали лаконичный, но полный сарказм указ. Поскольку Александр хочет быть богом, пусть он будет богом. Трудно сказать, чего он собирался делать дальше. Но по всей вероятности, прежде всего, укреплять вот это свое автократическое государство, по-видимому, как-то распространять его на запад. Во всяком случае, о планах какого-то западного похода в центральное Средиземноморье определенные упоминания источников в нашем распоряжении есть. Но тут очень могучим ограничителем стало, конечно, время его жизни. Он умирает в июне 323 года до нашей эры. По-видимому, немного не дожив до 33 лет, и таким образом судить о перспективе, истории его державы, какой она могла бы быть, если бы ему было сурдено прожить хотя бы еще 10 лет, мы не можем. При этом, он очень хорошо понимал разные практические моменты, которыми он должен был руководствоваться своей деятельностью. Ну, как мы бы сказали, сейчас он был гениальным пиарщиком. Определенная команда знаменитостей, которая помогала ему придавать известность вот этим важнейшим его актам, ну, в частности, тому же самому акту обожествления в Египте. При нем всегда была. Всякий раз такие важные шаги оформлялись большими празднествами, которые привлекали к себе большое внимание греческого мира, в том числе, благодаря тому, что в них принимала участие определенная, так сказать, команда артистов. Он был очень практичным политиком в плане того, что, в общем, он знал предел своим завоеваниям. Он понимал, что не следует пытаться подчинить по-настоящему Индию, чтобы не столкнуться уже с серьезным недовольством с мятежом в своей армии. Когда он столкнулся с такой перспективой, он поход против Индии прекратил. Далее он прекрасно понимал, где должен находиться центр его державы. Он должен был быть там, где царь был бы примерно равноудален от всех остальных точек его владений, то есть на территории Месопотамии и Западного Ирана. И уходить оттуда он не собирался. Иногда считают, что его столицей стал Вавилон. Это не совсем так, потому что последние годы он кочует по городам Западного Ирана и Месопотамии, но явно вот этот район, это центр его владений в его понимании. И дальше стало ясно, что его преемники обрекли вот это единое государство на гибель с того момента, как они снова увели его центр в ставку центральной власти в Македонию. Уже с этого момента распад державы Александра оказался предопределен. Уже буквально сразу после смерти Александра появилось множество правдивых и откровенно вымышленных рассказов о его подвигах. Большой популярностью пользовались также псевдодневники, якобы написанные самим царем, где повествование велось от первого лица. Вот отрывок одного из них. Воротясь же к океану, выпросил я людей-безголовцев, какое есть у них сильнейшее прорицалище, потому что обняла мою душу забота. И они отвели меня в священную рощу солнца, а там росли два дерева, видом, как кипарис, а высотою до небес, а между ними гнездо птицы феникс. Из тех двух деревьев одно говорит по-человечески на восходе в полдень и на закате солнца, а другое на восходе луны в полночь и перед рассветом. И выпросил я деревья, долго ли мне еще жить? А они ответили, полно, Александр, пришло тебе время умереть, а умрешь ты в своем Вавилоне от ближних своих. И услышав это, повернул я мое войско и пустился обратно в Вавилон к ближним своим. Было ли в самом деле дано Александру какое-либо пророчество о его судьбе, мы доподлинно не знаем. Известно лишь, что умер он якобы от лихорадки в Вавилоне в кругу своих близких сторонников 30 июня 323 года до нашей эры. Что можно сказать об историческом значении деятельности Александра? В сущности оно состоит в том, что на протяжении очень короткого времени греческая культура соприкоснулась, причем необычайно масштабно, с культурой Востока. На некоторое время, но в исторической перспективе примерно на два века сложилась система государств на Востоке, которые находились под властью македонских династий, династий, основанных полководцами Александра. Элитой этих династий были македоняне и греки, что, кстати, в плане Александра не входило. Он как раз все-таки хотел, но не в таких культурологических, а в чисто практических целях создать единую греко-восточную элиту своего государства. Но таким образом эллинский мир очень резко вышел за пределы своих естественных географических границ. И это имело очень большие последствия, прежде всего, пожалуй, в культурном плане. Возникла вот в этих царских столицах эллинистических государств гораздо более свободная от оков полисного мировоззрения, литература, художественное творчество. Возник и стал играть очень большую роль институт царской власти. И еще один момент. По сути дела, вот в этих условиях кризиса греческого полиса это то, что сплачивало греков. Собственно, полисная мораль, полисная идеология, она уже была в большей степени в прошлом. И для того, чтобы не чувствовать себя потерянными в мире, чтобы обрести какую-то опору, конечно, приходилось ее искать в духовной сфере. Вот в этом смысле как раз многие восточные религии, которые распространяются в греческом мире после завоевания Александра в эпоху эллинизма, они приносят как раз такую духовную опору в греческий средиземноморский мир. У меня на сегодня все. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира Иван Андреевич Ладынин. Вел же программу я, Сергей Чеботков. Удачи вам, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах Радио России. Нужно сказать, что первым, кто начал колонизацию берегов Черного моря или, как его называли тогда греки, Понто-Эфксинского, то есть гостеприимного моря, были уроженцы древнегреческого полиса Милета, находившегося в то время в области Кария на западном побережье Малой Азии. Одними из первых примерно в 8 веке до н.э. на нынешнем турецком Черноморском побережье были основаны города Синоп и Трапезут. Они вели доходную торговлю с внутренними областями Малой Азии, торговали серебром, железом, корабельным лесом. Кроме того, Синоп стал главным перевалочным центром для греческих кораблей, направлявшихся в Крым. В 7 веке милетцы осваивают и другие Черноморские берега. Новые колонии строятся греками преимущественно в устьях больших рек Истр на Дунае, Тир на Днестре, Ольве на Боге и Борисфен на Днепре. В 6 веке до н.э. греческая экспансия продолжается дальше на восток и на территории Украины, Крыма, Северного Кавказа и Краснодарского края возникают такие города, как Одесс, Херсонес, Пантикопей, Феодосия и многие другие. Именно это сотня с лишним колоний Милета и его сателлитов в первую очередь и обеспечило экономическое развитие Черноморского региона. Хотя на Черном море, конечно, основывали свои колонии и другие греческие города-государства. Новые колонии изначально обустраивались по образцу классического греческого полюса и становились настоящими очагами греческой культуры на варварских землях. При этом конфликты с местными племенами были, в общем-то, достаточно редким явлением. В большинстве случаев взаимоотношения организовывались на основе взаимовыгодной торговли и сотрудничества. Более того, очень часто скифы, сарматы и представители других коренных народов Черноморского региона становились союзниками греков в их междоусобных войнах, а позднее, в эпоху эллинизма, помогали правителям Понта и Босфора противостоять военной и политической мощи Римской Республики. Они, в том числе, принимают активное участие и в военных конфликтах, о которых мы сегодня поговорим более подробно. Итак, продолжим основную канву нашего повествования. Понтийское царство, царем которого, в конце концов, оказывается Митридат VI Евпатор, возникло в IV веке до н.э. в северной части Малой Азии и было основано персом по происхождению, Митридатом Ктистом, и изначально было достаточно невелико по размерам. Митридат Евпатор родился в 132 году до н.э. По сведениям источников, это был энергичный и способный человек, обладавший громадной физической силой. Он не смог сразу наследовать законно принадлежавший ему отцовский царский престол, поскольку из-за козни матери и опекунов ему пришлось скрываться, опасаясь за собственную жизнь. Лишения юношеских лет во многом предопределили твердость и решительность характера и воинственность Митридата VI Евпатора. В 113 году до н.э. Митридату со своими сторонниками все-таки удается утвердить свою царскую власть над страной. Однако этого он сумел добиться только после безжалостной кровавой расправы с недругами из числа понтийской знати. При его дворе тайны убийства людей стали обычным явлением. Только после такого пролога вошедствия на царство аристократия Понта признала его полноправным государем. Своё царствование новый повелитель понтийского государства начал с создания сильнейшей армии. По данным античных источников правда как считают сегодня несколько преувеличенным его сухопутные силы составляли до 300 тысяч человек а флот насчитывал более 400 боевых кораблей. Наличие таких крупных военно-морских сил объяснялось еще и тем что экипажи для кораблей набирались из прибрежных греческих полисов основным доходом которых был рыбный промысел и где не было недостатка в опытных моряках. Митридат начинает завоевательные походы и уже вскоре ему удается присоединить к своим владениям к Алхиду и Малую Армению а несколько позже он присоединяет к себе и Боспорское царство занимавшее в то время территорию современного Крыма и Азовского побережья Северного Кавказа. Какие же наиболее крупные греческие города при Черноморе входили в состав державы Митридата и Фпатра? Это конечно прежде всего Пантикопей столица Боспорского царства и все Боспорское царство которое образовалось вокруг Пантикопея еще в конце 5 века до нашей эры. Фанагори крупнейший город Азиатского Боспора теперь в районе бывшей станицы Синная Гермонаса теперешние Тамань вот это те крупные центры Азиатского Боспора которые тоже вошли в состав этого государства. Именно эти центры расположены в устье реки Кубань подавшие в Азовское море которые греки называли Меотидой они являлись не только торговыми партнерами живших для земледельских племен синтов миотов скифов оседлых сарматов но они были центром распространения греческой культуры вот в восточном Приазове и на Северном Кавказе а такой крупный город как Гаргиппи на месте современной Анапы возможно вообще был одним из центров не только греческой культуры но он пользовался и обновленной благосклонностью со стороны Митридата и Фпатора так же как Пантикопей и Фанагорей то есть это были наиболее крупные греческие полисы которые вели свою историю еще с 6 века до нашей эры здесь поселились в основном греки из ионийских городов во время великой греческой колонизации и постепенно к 5-4 векам до нашей эры здесь сформировались типичные греческие полисы такие же как мы находим в Греции в Малой Азии в Ионийской Греции или в Великой Греции на юге Италии эти города и государства обладели обширной хорой они наладили обширные контакты с варварской периферией они стали центром притяжения выходцев из местных племен из синдомионских из киевских знаменитый курган Куляба в окрестностях Пантикопея явно принадлежал одному из возможно союзников босфорских правителей Пантикопеи и может быть даже сам там судя по расположению его погребения проживал в этом городе вот собственно босфорское царство и города Крыма и Северного Кавказа Тамманского полуострова в частности и стали оплотом державы Митридата Евпаторов при Черноморье как опытный правитель Митридат понимал что рано или поздно ему придется столкнуться с грозным западным соседом Римской Республикой причем не только на политической но и на идеологической основе только военный конфликт мог решить какое из государств является просвещенным продолжателем эллинской культуры а какое обыкновенными варварами для чего Митридат Евпатор начал так активно проводить политику привлечения греков в свое государство или чего он сам пытался представить себя защитником греков ну во-первых это был эллинистический правитель который по материнской линии имел все основания возводить свою род к Александру Македонскому он так и говорил что он по отцу является потомком великих персидских царей а по матери он является потомком Александра он сам подражал Александру он знал 22 языка он мог разговаривать с греками свободно на греческом чтобы было естественно он мог разговаривать и с фарварскими племенами входившими со снах людей на их языках он был прекрасным наездником он участвовал в эстмийских немейских играх участвовал в реставрящих состязаниях колесниц прекрасный наездник прекрасный стрелок когда он прибыл в Эфес он выстрелил из лука на дальние расстояния с храма Артемида и сказал где моя стрела приземлиться там и будет территория этого храма он очень любил Александра он всегда обычно в своих поездках останавливался в тех местах где останавливался Александр Македонский он носил одежду Александр хранил его оружие хранил его плащ которому очень дорожил он даже в таком легендарном мифологическом плане возводил себя греческому герою очень популярному Гераклу поскольку Геракл был мифическим предком македонских царей в частности Александра и на монетах он пытался себя изображать в образе Александра Македонского в львиной шкуре немейского льва убитого Гераклом то есть он всячески следовал именно вот линии еще заложенной македонскими царями по привлечению греков по объединению греков и варваров но поскольку римляне не позволяли ему очень активно проводить эту политику жизнь в Малой Азии ограничили его лишь небольшой территорией малазийского побережья привлекавшего к Черному морю ему пришлось вступить с римлянами в очень ожесточенную борьбу и на первых порах пользуясь любовью к Греции разыгрывая друга греков прощая их свободу свободу пользы прощая греческую культуру в городах он как бы противостоял ее римской культуре поскольку он считал когда он выступал перед солдатами перед греческими подами он говорил что римляне это варвары хотя те же римляне в свою очередь обвиняли его в варварстве но тем не менее вот будучи таким варваром он оставался греком и греческая культура которую он пытался поощрять и всячески развивал в своем государстве давала ему возможность привлечь припантийское его государство или империю его державу даже можно так сказать и широкие слои варваров которые при нем приобщались к греческой культуре хотя вроде бы государство было эллинистическим и в основе его земли родовые откуда пошло распространение его власти при Черноморье они вроде бы раньше принадлежали персидским сатрапам и собственно входили в состав персидской державы но вот так интересно сложилась жизнь что греческие традиции вот в этом варварском государстве оказались очень и очень востребованы и основой политики Митридата и Эвпата было создать оплот против римской власти при Черноморье именно опираясь на греческие государства такие как Херсонес таврические да греческая колония в юго-западном Крыму как Ольве на Нижнем Буге такие как например Диаскурия на Кавказском побережье или Фасис вот на побережье современной Грузии такие города как Синопо Амис они вообще Синопо стала столицей греческий город Синопо классический греческий Стал столицей понтийского царства Амис как бы второй столицей и большинство окружений Митридата и Эвпатера были греки греки из Амиса были конечно отдельные представители варварской периферии варварской верхушки но опора его двора опора его политики всегда составляли греки он поддерживал Афину он стремился даже захватить Афины в годы первой войны с Римом но Рим его все-таки смог победить на территории Греции вытеснить за пределы Эллады он сумел сплотить вокруг себя не только представителей верхушки греческого общества греческих полюсов он сумел привлечь на свою сторону широкие средние слои населения городов греков малазийских полюсов причерноморских полюсов он активно развивал торговлю причерноморь наладил коммуникации между Малой Азией и побережьем Черного моря между греческими городами и своим родовым понтийским царством и даже теми варварскими территориями которые туда вошли в конечном итоге противостояние понтийского царства и Римской республики привело к началу открытых боевых действий между государствами в 89-м году на шеры начались длительные римско-понтийские войны которые в истории получили название Митридатовых в ходе первой войны понтийцам удалось выбить римлян с территории Малой Азии и даже начать военные действия в самой Греции однако в конечном итоге после пяти лет кровопролитных боев на суше и море римское военное искусство одержало верх и Митридату пришлось не только отказаться от всех своих завоеваний но и даже выплатить немалую контрибуцию Вторая Митридатова война началась по инициативе римлян однако они потерпели поражение так как понтийскому царю удалось собрать мощную антиримскую коалицию в которую вошли скифы, сарматы, фракийцы, германцы войска царя Армении и Тиграна и даже пираты Средиземного моря кроме того по некоторым данным царь Митридат поддерживал восстание рабов в Риме под предводительством Спартака в 75 году до н.э. Третья Митридатова война началась в 74 году до н.э. и шла с переменным успехом до тех пор пока руководство римскими войсками не перешло к знаменитому полководцу Гнею Помпею именно ему возле небольшого городка Никополь удалось нанести Митридату Помпею удалось занять господствующие над полем битвы высоты и понтийцам пришлось расположиться походным лагерем под ними ночью римские легионы внезапно атаковали спящих и разгромили их обратив царскую армию в бегство после этого сражения Митридат был окончательно вытеснен из всех своих владений ему пришлось бежать сначала в Колхиду а оттуда через Черное море и в столицу Боспорского царства город Понтикопей то есть в современную Керчь там он решил собраться силами и вновь начать войну против ненавистного ему Рима однако поддержки у народа и войска беглый понтийский царь не получил вскоре против Митридата шестого Евпатора восстали греческие города северного Причерноморья и Азовского побережья мятеж против царя подняло и царское войско во главе с его сыном Фарнаком тогда в 63 году до нашей эры Митридат покончил жизнь самоубийством бросившись на меч не желая сдаваться врагу по другим сведениям понтийский царь приказал рабу заколоть себя мечом согласно легенде в начале царь хотел отравиться однако еще с юности он приучал себя к различным ядам и поэтому в нужный момент ни один из них не смог оказать на царя необходимого действия так что последнему пришлось прибегнуть к помощи холодного оружия в самом Риме смерть Митридата вызвала бурное ликование по предложению консулу Цицерона в Риме были объявлены десятидневные празднества и игры угощение вино за счет государства личность и деятельность Митридата вызывала сильнейший интерес как у современников царя так и у их потомков его фигура привлекала и интеллектуалов того времени например греческий географ и философ стоик Поседоний говорил что Митридата чтут все народы которые проживают вокруг Черного моря в Малой Азии вокруг Азовского моря то есть его даже называли царем скифским хотя никогда скифским царем не был но вот настолько он был популярен что его считали что он чуть ли не является властительным силом и вот эта его деятельность такая прогреческая проэллинская поддержка греков была направлена как я уже сказал против римлян и это вызывало определенное беспокойство со стороны римлян хотя сами римляне вот уже после того как Митридат Евпатор в 63 году покончил жизнь самоубийством потерпев поражение в трех войнах очень кровавых и тяжелых от римской республики эти римляне продолжали его дело придя на эти земли при Черноморье и захватив большую часть владений своего врага Митридата Евпатора они стали так же как и он развивать греческую культуру Помпей римский полководец солдат воин суровый римлянин поборник римских традиций освободив греческие полисы от власти Митридата расширил политические права в еще большей степени нежели это сделал сам Митридат Евпатор то есть дело Митридата любовь к греческой культуре привела к тому что римляне поняли а мы тоже будем поддерживать греческую культуру это позволило им закрепиться в восточном Средиземном море и отчасти при Черноморье именно благодаря вот этой линии прогреческой проэллинской филэллинской и собственно если мы посмотрим на состав населения греческих городов при Черноморье то римский элемент там будет значительно уступать греческому там господствует греческий язык там господствует греческая культура там греческие культы сохраняли свое значение конечно были нововведения связанные с почитанием римских императоров но тем не менее ни римские императоры ни римские полководцы они не осмелились латинизировать эту часть населения тогдашней айкумены тогдашней территории и греческие традиции которые развивал Митридат которые там зародились еще в эпоху греческой колонизации и постоянно совершенствовались на протяжении длительного времени сохраняли свое значение вплоть до приблизительно третьего века нашей эры когда началось уже здесь активное передвижение варварских племен и вот это подорвало те устои греческой культуры которые здесь сложились с эпохи греческой колонизации в четвертом веке особенно вот в эпоху правления Митридата шестого гневпатора и Боспорское царство как оплот так сказать и власти Митридата и как центр распространения греческой культуры к третьему веку нашей эры стал переживать очень серьезный кризис и уже очень сильно варваризировался и в конце концов это привело к его падению в начале четвертого века нашей эры это падение предопределило и гибель самой Римской империи впоследствии но греческие традиции были настолько здесь живы настолько они здесь внедрились в местную почву что Восточная Римская империя которая стала наследницей Римской империи в целом известная нам как Византийская империя уже под знаменем христианства собственно будет продолжаться существовать и закреплять эти традиции в новых условиях уже в эпоху средневековья вот в этом значение при Черноморье собственно распространению христианства мы обязаны именно греческому полюсу Херсонесу который в наших русских летописях называют Корсуни в византийских источниках он называет Херсоном но этот центр распространения христианства через Бизантию Херсонес далее на Русь и собственно благодаря тому что этот город как греческий центр сохранялся очень длительное время мы обязаны и Митридату и собственно Римской империи которая здесь тоже закрепилась в этой части Таврики Крыма и сохраняла здесь греческие традиции и благодаря римлянам собственно мы знаем о христианстве в Херсонесе а уже об этом узнали и наши предки на Киевской Руси и вот князь Владимир в Херсонесе был крещен как раз византийскими монахами так что вот в этом значении при Черноморье вроде бы оно уступает конечно по своей так сказать красоте истории по культурным отчасти традициям Средиземноморью Эгейскому миру греческому в своей основе но в то же самое время здесь греческая культура имела очень большое значение и благодаря таким деятелям как боспорские цари Спартакиды как понтийский царь Митридат как преемники Митридата на боспорском престоле первые века нашей эры вот благодаря им здесь сохранялись греческие традиции и местное население релинзировалось то есть оно впитывало в себя греческие традиции впитывало в себя греческую культуру этот процесс продолжался приблизительно до третьего века нашей эры Великая древнегреческая цивилизация восхищает нас вновь и вновь ее влияние на историю и культуру народов Европы и Азии невозможно переоценить даже наша страна находящаяся за тысячи километров от солнечных греческих берегов также в чем-то является частичкой античного мира на нашей земле находятся уруины Херсонеса и древней Пантикопеи Синдики и Германаса Танаиса и Немфея это всего лишь часть громадного античного наследия новая страница которого еще только предстоит открыть поколением грядущих исследователей дорогие друзья я напоминаю что гостем нашей сегодняшней программы был доктор исторических наук заведующий кафедрой истории древнего мира Московского государственного университета имени Ломоносова Сергей Юрьевич Сопрыкин вел же программу я Сергей Чеботков удачи вам и до встречи на волнах радиороссии культурный багаж колыбель цивилизаций программа об истории и культуре древней Греции здравствуйте уважаемые радиослушатели у микрофона Сергей Чеботков и сегодня мы продолжаем наш разговор о культуре античной Греции в наших предыдущих программах мы уже затрагивали такие ключевые понятия древнегреческой цивилизации как аристократия демократия греческий полис то есть город-государство от эпохи древнегреческой классики мы переходили к походам Александра Македонского и последовавшей вслед за этим эпохи эллинизма однако на одном из исторических моментов очень важных для понимания существования всей античной цивилизации мы до сих пор не заостряли нашего внимания я имею ввиду тот период когда практически все греческие города-государства уже пережили эпоху своего расцвета и начали испытывать всевозможные трудности политического, экономического и социального характера в исторической науке это время принято называть временем кризиса греческого полиса результатом которого кстати стали в конечном итоге знаменитые походы Александра Македонского и распространение древнегреческой культуры по всем странам Ближнего Востока и Средней Азии и вот сегодня мы решили восполнить этот пробел в нашем повествовании о великой древнегреческой культуре и попросили гостя нашей программы кандидата исторических наук доцента кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Андрея Валентиновича Стрелкова рассказать нам о том что же такое кризис древнегреческого полиса в нашей одной из предшествующих передач мы говорили о том что достижением греческой цивилизации было создание греческого полиса как гражданской общины которая воплощает в себе функции государства именно в этой гражданской общине возникает и может реализоваться в принципе идея демократии именно в этом гражданском коллективе формируются основные моменты связанные с развитием личности без чего невозможно развитие греческой культуры однако надо отметить что греческий полис прошел разные стадии своего развития формирование греческого полиса заняло 3 века это эпоха архаики 8-6 век расцвет полиса пришелся на начало 5 века и высочайшие достижения греческой цивилизации были достигнуты именно тогда в первой половине 5 века греки разбивают отстаивают свою независимость в борьбе против персидского государства после чего собственно говоря начинается расцвет греческой культуры и окончательно формируется афинская демократия однако нужно отметить что расцвет полиса был очень кратким в эпоху классики это 5-4 век 50 лет приходится на так называемый период пентаконта и тии то есть 50-летие блестящего расцвета а вот последующие почти 100 лет это эпоха кризиса причем это кризис с этим словом знаком каждый ныне живущий слушатель это не есть ряд мелких неприятностей связанных с производством с торговлей или с какими-то еще иными областями современной жизни кризис полиса это есть кризис системный то есть полисная модель которая в принципе позволила возникнуть новому обществу которая позволила возникнуть человеческой личности оказалась той исторической моделью которая очень быстро исчерпала свои возможности и поэтому эпоха с 431 года по 338 год называется эпохой кризиса полиса как это часто бывает одной из главных причин кризиса древнегреческого полиса стала историческая проблема решить которую используя старые методы политической жизни оказалось уже просто невозможно во-первых именно высочайшее достижение Греции как политической системы а именно победа в греко-персидских войнах когда маленькие греческие государства победили супермогучую персидскую державу которая простиралась от восточного побережья Игейского моря до территории современного Пакистана это была сверхмогучая держава а греки все-таки добились победы всю дальнейшую жизнь гордились этой победой поскольку они победили не отсталые варварские народы а великое могучее персидское государство так вот именно эта война именно эта победа показала что Греции необходимо военно-политическое объединение только объединенными усилиями греки добились этой победы но когда победа была достигнута на первый план выходит главная основная черта греческой цивилизации а именно ее полисный характер каждый полис как мы говорили раньше это гражданский коллектив гражданский коллектив состоит из граждан где основное качество гражданина это личная свобода или втерия свободен отдельный гражданин свободно отдельное государство греческий мир не терпел ни на личном уровне ни на государственном уровне какой-либо формы зависимости свобода только это слово могло быть руководящим и определяющим для жизни грека поэтому когда внешняя опасность исчезла греки попытались опять быть свободными и независимыми но это было невозможно и поэтому правильная идея военно-политического объединения ведь Персия никуда не исчезла она будет существовать еще вплоть до Александра Македонского почти 100 лет поэтому персидская угроза была тем фактором который должна была объединить греков и в то же время греческий полис был не способен добровольно объединиться поэтому объединение Греции по сути дела происходило во многом насильственным путем на тот момент в греческом мире оказалось два сильных лидера имевших практически равные шансы на то чтобы стать повелителями всей Эллады центрами объединения Греции стали два самых могучих государства это афинское государство которое особенно усилилось во время борьбы с Персией и в связи с развитием демократии ну а второе государство было традиционно самым сильным в Греции это была Спарта и возникают два союза первый союз он возник еще в 6 веке это Пилопонесский союз который был самым мощным военным отношением греческим государством и в него входило несколько десятков государств которые зависели от спартанского руководства и второй союз возникший в ходе борьбы с персами это был первый афинский морской союз который в 40-е и 30-е годы насчитывал в своем составе более 170 греческих государств и началась война за гегемонию вот этот маленький греческий мирок который на современной карте занимает очень небольшое пространство оказался ареной борьбы вот этих двух с нашей точки зрения небольших государств центром борьбы за власть за гегемонию за власть в Греции сражались Афина и Спарта и эта борьба выразилась прежде всего в так называемой Пилопонесской войне 431-404 год это 30-летняя борьба по сути дела большинства греческих государств поскольку те или иные государства были союзниками либо Спарта либо Афин в погоне за этой идеей повторяю идея была правильная идея объединения Греции перед лицом персидской угрозы однако это нарушало главные полисные принципы полисной независимости и суверенитета в начале Пилопонесской войны каждая из сторон имела свои собственные военные преимущества так на стороне Спарты и союзников был значительный перевес в сухопутных силах Афины же обладали более мощным военно-морским флотом поэтому тогдашний афинский лидер знаменитый Перикл выбрал стратегию не подразумевавшую решительного столкновения со Спарты на поле брани на суше афиняне отстроили мощное укрепление и сосредоточились на их обороне они надеялись одержать победу устраивая морские сражения и высаживая десанты на территории врага война была тяжелая и самое главное в этой борьбе было то что греки 30 лет мужественно убивали друг друга если раньше они проливали кровь защищая свою родину отстояя независимость малоазийских греков именно это было первой причиной начала греко-персидских войн то теперь они разрушали города вырубали посадки оливковых деревьев вырывали виноградную лозу на свои собственные территории Греция истекала кровью в течение 30 лет а греки сражались самозабвенно в конце концов как это ни странно победили не афины которые были демократическим государством которые имели самую большую казну имели колоссальные денежные средства которые были самым культурно развитым государством а победила военизированная но в социальном плане отсталая Спарта это печально но любая война заканчивается и в принципе любой мир лучше чем война в 404 году афины проиграли союз их был распущен демократия отменена в афинах была установлена диктатура 30 спартанских ставленников афинский флот был ликвидирован союз распущен и афины были отброшены десятилетия назад и вроде бы пускай даже такой ценой но идея объединения восторжествовала то есть гегемоном стала Спарта и вроде бы Греция была объединена но именно победа Спарта показала что ни одно греческое государство я думаю что и афины попали в такое же положение не может управлять всем греческим миром поскольку спартанцы в принципе знали только одну форму управления они во всех своих покоренных государствах ставили своих сторонников ставленников или спартанские гарнизоны они не руководили они приказывали всем остальным греческим полисам что необходимо делать и делали это грубо и часто очень беспардонно поэтому даже союзники Спарты спустя некоторое время после спартанской победы стали ненавидеть своего бывшего друга а на самом деле просто господина поскольку хотя и греческое слово обозначает гегемон вождь на самом деле что афины для своих союзников что спартанцы для своих союзников они были господами над другими греческими государствами и поэтому после окончания Пелопонесской войны последующие 60 лет Греция не будет знать покоя последующие 60 лет до 338 года греки будут постоянно воевать друг с другом то есть победа Спарты не закончила борьбу за гегемонию борьба за гегемонию продолжалась причем против очередного гегемона объединялись все другие греческие полисы победила Спарта бывшие союзники Спарты Каринф Фивы побежденные Афины они соответственно объединились в борьбе против Спарты когда Спарту совместными усилиями разгромили и гегемоном стали Фивы Спарта, Афина и все другие греческие полисы объединились в борьбе против Фив когда разгромили или точнее говоря ослабли Фиевы после гибли своих двух выдающихся руководителей Пелопида и Поменонда, то гегемоном опять стали Афины, и на Афины опять обрушились все остальные греческие полисы. Ни один греческий полис не допускал того, что можно подчиниться другому такому же греческому полису. Несмотря на всеобщий кризис и постоянно длящуюся войну, вторая половина V века до н.э. была наиболее интенсивной в плане культурной жизни, чем, наверное, любая другая эпоха в истории Древней Греции. Постоянное участие в политике требовало от ораторов выдающегося риторического мастерства, которому обучали, причем порой за немалую плату, такие мастера, как Лисий, Иссократ и Горгий. Тонкостям грамматики и языка обучал Продик, семантики речи знаменитый Протагор. Наряду с софистами, обещавшими дать своим ученикам способность постичь природу вещей, на афинских улицах в те же годы учил и великий Сократ, открыто заявивший, что он знает, что ничего не знает. В то же время Софокл явил миру своей трагедии, Аристофан комедии, а Фокедит написал свою знаменитую историю. Одним словом можно сказать, что эпоха кризиса древнегреческого полиса послужила своего рода катализатором греческой культуры, создавшей наиболее значительные из тех своих памятников, которыми мы наслаждаемся до сих пор. Но вернемся к нашему повествованию. И вновь слово Андрея Валентиновича Стрелкова. Надо отметить, что начиная с 50-х годов в греческие дела как раз стали вмешиваться и еще представители Македонии. Филипп Македонский был выдающимся политическим деятелем, прекрасным полководцем, реформатором и так далее. И он первый понял, какую огромную роль, ну, среди балканских правителей, какую роль играют именно финансовые средства. Поскольку он в самом начале своего правления захватил богатейшие пангейские рудники в Афракии, где добывали золото и серебро, и начал чеканку, прекрасную чеканку, обильную чеканку золотых и серебряных монет, он в своей внешней политике активно использовал, как и персы, финансовые средства. Именно Филиппу принадлежит знаменитая фраза «Нет такого города, который не взял бы осел, груженный мешками золота». И поэтому, начиная с середины IV века, в разные греческие полисы хлынули два денежных потока. Один поток шел из Персии, другой из Македонии. И каждые правители, правители Персии или Македонии, помогали не грекам. Они решали свои собственные проблемы с помощью финансовых средств, с помощью денежных потоков, которые попадали в Грецию. Именно на эти деньги греки продолжали воевать друг с другом. Именно на эти деньги персы и македонцы покупали политиков, поскольку деньги шли не обычным гражданам, а шли лидерам государством. И поэтому в народных собраниях греческих полисов убедительно выступали защитники Родины, которые были одни куплены на персидские деньги, а другие были куплены деньгами македонскими. И, кстати говоря, эти политики, в принципе, даже особенно и не скрывали этого положения, поскольку одни говорили, что главное для Греции – это македонская угроза, а другие отстаивали точку зрения, что надо воевать с персидским варваром. Из сохранившихся до нас примеров внутригреческой политической борьбы тех лет наиболее известной на сегодня является борьба афинского оратора и политика Демосфена против Филиппа Македонского. Демосфен энергично указывал афинянам на тайные замыслы Филиппа и побуждался граждан пожертвовать всем для создания сильного флота и войска. Он зорко следил за всеми военными действиями Филиппа в Греции, горячо убеждая народ помогать противникам Филиппа, чтобы не дать ему усилиться. Его речи против Филиппа, получившие название Филиппики, стали сегодня именем нарицательным и обозначают любую гневную обличительную речь, направленную против какого-либо лица. Бесконечные войны породили еще одно кризисное явление – это наемничество. Греки были прекрасными воинами еще в эпоху архаики и служили за деньги в армиях восточных держав. В IV веке греческие наемники стали сражаться уже на территории Греции. Дело в том, что 30-летняя Пелопонезская война привела к тому, что многие крестьянские наделы были разорены, многие поселения были уничтожены. И поэтому, хотя в эпоху Пелопонезской войны, особенно в комедиях Аристофана, все время ощущается идея того, что нужно заканчивать войну, что любой мир лучше, чем война. И все думали только о том, чтобы побыстрее закончить эту войну. Но оказалось, что когда война кончилась, то десятки тысяч людей не вернулись к своему мирному труду. Оказалось, что выросло поколение, которое могло делать только одно – воевать. Воевать за деньги. Потому что, скажем, мы говорили о том, что основа гражданства – это крестьяне, собственники. И основой продуктивного хозяйства в Греции – это были прежде всего посадки оливковых деревьев и виноградной лозы. Но если противник уничтожил эти посадки, то оливковое дерево начнет плодонесить не раньше, чем через 10-15 лет. Виноградная лоза – через 7-8 лет. А тогда начнется новая война. И какой смысл опять поднимать это самое хозяйство? Поэтому война стала для многих образом жизни, источником существования. Многие греки отправились в качестве наемников служить одни в Египет, где на короткий период египтяне добились независимости от персов. Они стали основой египетской армии. 20 тысяч греков служили, кстати говоря, в персидской армии. Но большая часть греков стала воевать в армии греческих государств. Они стали наемниками в Греции. Ведь что такое грек-воин? У себя на родине гражданин обязан защищать родину безвозмездно, то есть даром. А стоило ему пересечь границу собственного государства, то в соседнем государстве за то же самое он стал получать деньги. Поэтому начинается, ну не могу сказать массовое бегство граждан, но значительное число граждан уходит на службы в соседнее государство, за что получает оплату. Ну а соответственно на родине, поскольку они теряют боеспособное население, тоже вынуждены перебегать к помощи наемников. Поэтому война в 4 веке, о котором мы говорили, это даже не столько состязание в патриотизме, в мужестве, в стойкости и так далее. Это состязание в финансовых возможностях. Есть деньги, у вас есть хорошая наемная армия. Нет денег, тогда у вас нет армии. В 4 веке был один интересный случай, так называемая Третья Священная Война. В Центральной Греции есть небольшая область Факида. Она сама небольшая, да и полисы, которые там были, они были очень маленькими и слабыми. 22 полиса на территории меньше, чем Атика. Но там находилось знаменитое святилище Аполлона со знаменитым вот этим дельфийским оракулом. И вот когда факидцев обвинили в святотации, приговорили к такому штрафу, который они все равно выплатить не могли, и жители этих полисов, факиды, захватили сокровища Аполлона, которые веками накапливалось там, и создали непобедимую наемную армию. 20 тысяч воинов в 10 лет отбивали натиск других греческих армий. Но когда через 10 лет деньги кончились, непобедимая армия растаяла, как туман над болотом, как будто ее никогда и не было. Факиду прижали, и, соответственно, они были вынуждены расплатиться за все, что случилось за эти 10 лет. Именно благодаря расцвету наемничества в греческой среде мы имеем сегодня образец одной из первых дошедших до нас литературных автобиографий. В произведении под названием «Анабасис Кира» знатный грек по имени Ксенофонт описал свое участие в междоусобных персидских войнах в составе войска греческих наемников-гаплитов. Впоследствии эта книга стала образцом для множества военных мемуаров последующих эпох. К сожалению, развитие наемничества, оно прежде всего является одним из важнейших симптомов кризиса полиса, поскольку понятие гражданин – это прежде всего собственник, воин и участник политической жизни. Собственниками многие граждане перестали быть в результате разорения крестьянских хозяйств. Воинами перестали быть, потому что выгоднее стало быть наемниками. В политике… Нет, граждане, конечно, оставались участниками политической жизни, но именно к этому времени относится определение демократии Аристотеля. Что есть демократия? Это правление большинства. Раньше мы говорили, что основой политической жизни является отдельно взятый гражданин, который несет ответственность прежде всего перед самим собой. Решение принимается большинством. Теперь же греческий коллектив каждого полиса начинает разбиваться на постоянные две группы. Происходит самый страшный процесс, который может происходить в греческом полисе – это процесс социальной дифференциации. Демократия и вообще любой стабильный полис, умеренная олигархия, опирается на средние слои. Только это может обеспечивать существование подобного государства и полиса в целом. Теперь же происходит размывание именно класса среднего, вот этих самостоятельных собственников. Большая часть вот этих самодостаточных собственников начинает опускаться внизы общества, какая-то часть переходит в среду богатых своих сограждан. И важно отметить, что в этом плане, что явилось причиной вот этой социальной дифференциации, которая разрушает вот эти маленькие, но внутренне крепкие раньше гражданские коллективы. Было две причины. По сути дела, одну причину мы назвали – это война. Бесконечная война, которая продолжалась сто лет. Война всегда обогащает одних и разоряет других. И вторая причина, как это ни странно, то, что на IV век приходится расцвет греческой экономики. Как это ни удивительно, разорение сельского хозяйства, собственно, Греции, приводит к тому, что Греция все сильнее зависит от привозного, прежде всего, зерна, который привозят из Великой Греции – это Италия, Сицилия, из Северного Причерноморья, из Египта и так далее. Но для того, чтобы привозить зерно и другие продукты, Греция должна поставлять свои товары. Это подхлестнуло, прежде всего, развитие промышленности, ремесла, новые мощности в развитии керамического производства, всевозможных тканей, парфюмерии, украшений, вооружения. Все это способствует вот этому делу. И военное дело, и развитие экономики подхлестывает и такую отрасль, которая зарождается еще в конце V века, но именно в это время получает свое развитие. Появляются первые банки, по-гречески они называются, и до сих пор в Греции они так называются, это трапезы, это столы, за которых на торговых площадях сидели менялы, которые сначала обменивали монеты разных греческих полисов, а каждый полис хотел чеканить свою монету, хотя многие и не могли. Так вот, обменивали, а потом они стали выполнять другие операции. Они хранили вклады, они выдавали деньги в кредит, они выступали в качестве нотариусов, то есть трапезиты выполняли разные очень полезные функции. Хотя нужно сразу признать, что занятие вот этим банковским делом для гражданина считалось непрестижным. И большую часть вот этих менял, трапезитов, это были свободные, богатые неграждане, метеки. Вот поскольку считалось, и Аристотель это говорил, он никак не мог понять, как деньги могут приносить прибыль. Аристотель считал, что деньги – это и есть результат договора между людьми. Они только помогают совершению торговых сделок, и ничего больше, они не имеют самодостаточной ценности. Поэтому простоксический процент он считал самой низменной формой приобретения собственности. Ну так вот, в любом случае развивается это банковское дело, и действительно война втягивает в обращение все новые и новые денежные средства. Так вот, развитие экономики приводит вполне легально к разорению большей части людей и к обогащению незначительной части. Повторяю, вполне на законных основаниях. Раньше, в V веке, полис регулировал имущественные отношения. И, скажем, в тех же демократических Афинах была четкая социальная политика. Мы не трогаем средний класс, они обеспечивают себя. Раскол гражданского коллектива лишает греков главного преимущества – принадлежности к определенному гражданскому коллективу. Теперь главное является принадлежность социальному статусу. Это приводит, с одной стороны, к обострению социальной борьбы между олигархами. Вот тогда появляются олигархи и демократы как представители определенных имущественных групп. В конечном счете бесконечные перевороты приводят к возникновению режимов единоличной власти. Возникает позднегреческая тирания, которая на определенный период стабилизирует положение в Греции. И в конечном счете, как это ни странно оказалось, поражение Греции в борьбе с Македонией окончательно смогло преодолеть этот кризис в подчинении иностранному государству и новая идея, которую Филипп дал Греции – поход против Персии. По сути дела, кризис полиса был разрешен началом новой эпохи – эпохи эллинизма. О походах Александра Македонского и их результатах мы уже рассказывали в наших предыдущих программах. Однако впереди у нас еще немало интересных тем. На сегодня же все. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Андрей Валентинович Стрелков. Вел же программу Сергей Чеботков.